Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отец-игумен Антонин, он из Московского Симонового монастыря. О нем бывший Соловецкий заключенный рассказывает следующее. В бытность мою в Соловецком лагере один заключенный, несший свой труд на рыболовной тоне, очень страдал от экземы на ноге. Он горько и давно об этом скорбел, наконец как-то зайдя в храм преподобного Ануфрия, оставленный на кладбище вольнонаемным монахом для богослужения. Он увидел в нем гроб с почившим монахом и сказал со слезами, Господи, если ныне почивший этот монах тебе угодил, то приими хотя его молитву за меня грешного и исцели меня от моей болезни. Придя в свое помещение рыбацкого общежития и желая переименить повязку на ноге, он открыл вдруг, что никакой экземы у него нет. В величайшем восторге он сказал об этом своему соседу и товарищу по работе, епископу Селингинскому Сафронию, ныне почившему. А тот немедленно сообщил нам всем духовным бывшим поблизости. Хоронили в тот день нашего собрата по заключению отца игумена Антонина из московского Симонова монастыря. Он только что начинал в 1925 году свое заключение и не мог его вынести. По слабости его сил удалось ему устроить легкую работу подметальщика Соловецкого двора. Мне Бог давал радость часто встречаться с ним во дворе, сидеть с ним и беседовать и наблюдать, как он таял от своих недугов. Несчастный старец стеснял своих соседей по камере своими недугами и обилием в шеи. И все облегченно вздохнули, когда он ушел в больницу, где и отошел ко Господу, пройдя добрый крестный свой путь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.